Приветствую вас, и я буду исходить из того, что вы хотите, чтобы у вас все наладилось. Я буду исходить из этого. То есть, смотрите, какая получается ситуация. Значит, ага, вы встречаетесь с молодым человеком, вы взаимодействуете с молодым человеком. Молодой человек, он вам, судя по тому, что я вижу, судя по тому, что вы написали, молодой человек, он отводит вам определенное место в его жизни. Да? То есть, он вам говорит, что вот, не приходи ко мне, когда я, там, заново, например, не взаимодействую со мной, ко мне может прийти в эконом, и ко мне может прийти девушка, другая какая-то, и так далее. То есть, ситуация заключается в том, что молодой человек вам довольно строгое место в своей жизни определил. И другого места в своей жизни, простите, он вам, ну, не дает. Он вам не дает другого места в своей жизни, и как бы говорить, что вот либо ты довольствуешься вот тем, что есть, тем, что я тебе даю, либо у тебя не будет ничего. Так, по крайней мере, выходит из вашего текста, из того, что вы вот говорите, из того, что вы описываете. И, вы знаете, если вам хочется, чтобы молодой человек как-то вот изменил свое поведение по отношению к вам, если вам хочется, чтобы молодой человек вел себя по-другому, вел себя иначе, вот, то вам нужно сделать так, чтобы ему стало невыгодно вести себя подобным образом. Вам нужно сделать так, чтобы молодой человек увидел, что вести себя подобным образом значит иметь реальную возможность вас потерять. Что для этого требуется сделать вам? Вам для этого требуется дать человеку понять, что вы подобное поведение по отношению к себе терпеть не будете. Вам желательно дать понять человеку, что вы не собираетесь мириться с тем, что вы для него, судя по всему, не единственная. То есть вывести мужчину из его зоны комфорта. Вам нужно. Вам нужно вывести мужчину из его зоны комфорта. И если вы это сделаете, если вы выведите его из зоны комфорта, из его зоны комфорта, то, соответственно, в этом случае, мужчина, он просто-напросто поймет, что он может, в принципе, в принципе, он может вести себя так же, как он себя вел, но при этом он рискует вас потерять. Либо он соглашается вас потерять, и тогда, в общем-то, он вам не нужен, получается, потому что это не ваш человек. Ну вот, в случае, если он вас бросит, в случае, если он от вас отдалится. Либо он сделает так, что этих жизней больше не будет. То есть основная ваша задача в том, чтобы показать молодому человеку, что вы не будете терпеть такое его отношение к вам. И момент, момент, важный момент, заключается в том, важный момент заключается в том, чтобы вы смогли и грамотно свою позицию донести человеку. То есть сказать ему как есть, что, вот, ты знаешь, вот, мне неприятно, мне не нравится, мне не нравится, что я у тебя не единственный. Ну вот не нравится мне, что я у тебя не единственный. Так? Вот. Чтобы вы смогли человеку грамотно это донести до него. И если вы грамотно до него это донесете, если вы грамотно до него сможете донести вот эту вот мысль, то, соответственно, у него будет выбор. У него будет выбор. У него будет очень простой выбор. Либо он, значит, отвечает вам и понимает, принимает вас и делает шаги по налаживанию серьезных отношений между вами. Либо он не делает ничего вообще и, собственно, если он не делает ничего вообще, это означает, что человек этот вам не нужен совершенно. Знаете, то, что вы хотите наладить, то, что вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, как вот вы говорите, то, что вы хотите, чтобы у вас все было хорошо. И я понимаю, я понимаю, что вы хотите, чтобы у вас все было хорошо. Но отношения – это то, что люди строят вместе. Отношения – это то, что люди строят вдвоем. В первую очередь. И если мужчина не хочет, если мужчина не отвечает вам взаимностью какой-то, значит, этот человек просто-напросто не ваш. Но если вы при этом хотите с ним строить отношения, значит, это нужно вам. Для чего-то это нужно именно вам. Для какой-то, ну, для каких-то желаний именно ваших, именно ваших каких-то желаний, это нужно. Знаете, и вопрос заключается только в том, для чего это вам. Зачем это вам. Почему вы хотите быть именно с ним, даже несмотря на то, что человек ведет себя так отвратительно по отношению к вам. Что вами движет. Вот. Значит, мужчине удобно, мужчине удобно так себя вести с вами. Мужчину все устраивалось в его поведении, в его контексте, в его состоянии. его абсолютно все устраивает, ему все нравится. И менять что-либо, менять что-либо он не будет. По крайней мере до тех пор, пока вы сами не хотите, ну, не сделаете вперед шаг. То есть, пока вы сами не скажете ему, что хватит, что так нельзя, что так продолжаться дальше не может. До тех пор, пока вы это не скажете. Мужчина ничего менять не будет. Это я вам совершенно точно могу сказать. Ага. Как он к вам относится? Как он к вам относится? Я думаю, что этот вопрос, он вас, ну, в любом случае, волнует. Да? Как относится к вам к вам человек? Значит, скорее всего ему не безразлично. Скорее всего ему не безразлично, но он не настолько к вам тянется, чтобы ради вас менять что-то в своей жизни. Вот, к сожалению. Ну, вот, не настолько, не настолько вы для него важны. Либо он боится, боится персональной зависимости от вас и, значит, целенаправленно ведет себя так, чтобы вы не обольщались. Молодой человек спрашивает, любите ли вы его, вероятно пытаясь убедить себя, что вы к нему привязаны, либо, значит, самоутвердиться за ваш счет. Ну, скорее всего, самоутвердиться за ваш счет он хочет, там, если человек, который не лезает в самоутвердение, он не будет спрашивать об этом, он не будет спрашивать свою женщину о том, любит ли она его или нет. То есть он интересуется этим с определенной целью. Определенной целью он этим интересуется, и эта цель, она, скорее всего, в том, чтобы что-то для себя понять, и если он что-то для себя поймет, то, соответственно, ему будет как-то, ну, может быть, спокойнее, может быть, приятнее, ему будет надо, чтобы его любить и так далее. Есть, конечно, вероятность того, что, ну, что у мужчины есть некий страх, чтобы его бросить, и есть, конечно, вероятность того, что мужчина может опасаться того, что с ним произойдет в случае, если вы его, например, брусите, брусите, да, то есть вот такое, такое тоже может быть. Вот. Но, на мой взгляд, вероятность этого довольно мала. На мой взгляд, вероятность этого довольно мала, потому что, опять же, другие девочки, здесь все-таки больше намек идет на несерьезность по отношению к вам, нежели чем на направленность к себе, на направленность по отношению именно к себе, и на стремлении обеспечить себя чем-то, ну, обеспечить себя, скажем, уверенностью в том, что вы от него никуда не денетесь. Вот. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. Довольно мало информации вы предоставили для анализа. Вот. Я рекомендую вам все-таки постараться подумать на тему того, зачем вам такой мужчина, для чего он вам нужит, и, собственно говоря, как-то вот не обманываете ли вы себя в том, что, ну, в том-то родите быть человеком, который вам не так, вами не так сильно дрожит. Вот. То есть я надеюсь, что вы об этом подумаете как следует и уже, исходя из этого, будете двигаться. Вообще, чтобы мужчина так себя не вел, вам, ну, нужно ему показывать, что мир, он не сошелся столько на нем, а что помимо него есть еще, там, например, другие мужчины. Вот. Если же вы показываете человеку, что, ну, что он драгодит у вас и для вас, ну, то, естественно, он расслабится и больше расслабленным не будет ухаживать за вами, что и в итоге будет означать, что вы вот так вот, ну, вот так вот сюда будете страдать и мучиться, потому что человек вами не дрожит. Вот. Я не говорю, конечно, что это прямо все так, вот, но тут у вас что-то неправильно в том, как вы себя подаете по отношению к мужчине. Это однозначно. И думается мне, что вот именно с этой проблемой, с проблемой того, почему вы позволяете мужчине так себя вести с собой и нужно в первую очередь работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...